Сегодня в рубрике «Вкусный понедельник» готовим канеллони с мясным фаршем и овощным соусом. Для этого блюда мы берем полкило канеллони, у меня вот такие вот красивые рифленые, полкило свиноговяжьего фарша, примерно 50 грамм кубиками копченого бекона, сырое яйцо и овощи для соуса. У меня разноцветные перцы, лук, морковь, чеснок, непосредственно томатный соус и ваши любимые специи. Для фарша режем небольшими кубиками лук и чеснок и обжариваем их вместе с кубиками копченого бекона на оливковом масле, пока лук не станет прозрачным. Фарш отправляем в большую удобную миску, добавляем сырое яйцо, далее солим, добавляем любимые специи, зажарку из лука и копченого бекона, хорошо все перемешиваем и фарш готов. Теперь готовим томатно-овощной соус. Для этого крупными кубиками режем перцы, измельчаем лук и чеснок, трем морковь и на оливковом масле обжариваем сначала лук с чесноком, добавляем морковку, немного потушим, чтобы морковка стала мягкой, затем добавляем кубиками порезанные перцы, их мы тушим совсем немножко, 1-2 минуты, добавляем томатный соус, солим ваши любимые специи и выключаем. Теперь берем форму для запекания, делаем слой из овощного соуса, затем берем каннелони, наполняем их заранее подготовленным фаршем и выкладываем рядочком один за одним. Затем накрываем все оставшимся соусом, форму накрываем фольгой и отправляем в духовку примерно на 45 минут или на 60 минут, в зависимости от толщины каннелони. Для моих необходим был час. И прекрасное блюдо готово. Я его подавала с зеленым салатом, так как помидор у меня достаточно в самом блюде, поэтому салат у меня был только из листового салата и киви с медово-горчичным соусом. Всем приятного аппетита! И не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч, друзья!